Всем привет! Кто впервые зашел на мой канал, скажу, что меня зовут Любовь. Тема сегодняшнего видео будет про орхидеи. Пока зима, в основном мои темы про орхидеи. Так вот, на вашем экране, посмотрите, расцвела моя красавица Сога Лоуренс. Я очень люблю эту орхидею, несмотря на то, что она цветет такими маленькими цветочками, и не очень их много, я все равно ее люблю. Здесь такой цвет шикарный. Это, наверное, одна из орхидеи, которая осталась у меня. Если у вас у орхидеи с обратной стороны есть капельки росы, значит, видео как раз для вас, и, думаю, вам будет интересно послушать. Хотя это все, опять же, забытые старые, но забытые старые это все новое. Почему появляются капельки? Самые важные причины это от того, что в доме идет перепад температуры. Но бывают и другие причины, когда вашу орхидею посетили гости. А гости это в виде насекомых. Если клещи съедают листья полностью, вы сразу их заметите, то остальные насекомые, как, например, трипсы и белые воздушные комочки, дай бог память, как их зовут, вы можете не сразу это заметить. Вот когда они уже размножатся очень сильно, тогда вы заметите штрихи по листьям. Если клещи любят старые листья, то трипсы любят именно новые. Все-таки лист покрывается капелькой. Это хороший знак. В основном хороший знак. Не пугайтесь этого. У меня до сих пор есть такие капли. Когда начинаю трогать листья с обратной стороны, липко. И если попробовать на вкус, создается ощущение, что что-то сладкое. Так вот, это сладкое в виде сахара выделяет наши орхидеи. Для привлечения насекомых тогда, когда они готовятся зацветать, но и при смене температуры. Не надо бояться этих проявлений. И в конце своего видео хочу сказать, будьте здоровы. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok